Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя! Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин-Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор его произведения. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин-Сибиряк. Сибирские орлы На одном из промежуточных вокзалов только что открытой Тюменской дороги собралось много публики. Ждали проезда известного сибирского магната Мансветова Гирей. Многие приехали на станцию с специальной целью, чтобы только взглянуть на великое светило. В числе собравшейся публики особенное внимание обращал на себя седой высокий старик в потертой и выцвевшей шинели с гимназическим ранцем за плечами. Старая военная косточка сказывалась во всем – и в костюме, и в выправке, в манере себя держать. Заплатанные ботфорты были вычищены ваксы, как насмотр. Кеппи упраздненного французского покроя было надето на бекрень, что уже совсем не гармонировало с серебряными сединами почтенного старца. Меня поражала в этом субъекте удивительная бодрость и розовый цвет лица. Ему, по крайней мере, было лет семьдесят. Только военная Николаевская выправка создавала таких богатырей. Мне приходилось ждать поезда, и от нечего делать я наблюдал железнодорожную публику. Какая неизмеримая разница с прежним сибирским трактом, когда гужом ехали все такие основательные люди. Купцы, сибирские администраторы и просто деловые люди. Железная дорога привела с собой много такого люда, общественное положение которого нельзя определить никаким химическим анализом. Куда идут эти неведомые люди? Зачем они так торопятся? И откуда они взялись? На каждом лице деловая тревога. Глаза так и бегают. А общее выражение такое, как будто человека ожидают вот сейчас, и не весь какие важные дела. Таинственные незнакомцы хлынули в Сибирь из неведомых глубин коренной России. И везде понесли с собой московскую расторопность, изворотливость и просто шитое на живую нитку плотовство. Их присутствие на этой станции для меня являлось неразъяснимой загадкой. Но они были тут и суетились больше всех. Другое дело служащие Мансветова, которые явились встретить патрона повязанности. Они так и держали себя, как гости, приехавшие на именины. «Он снял несколько крейцеров», — проговорил над моим ухом хриплый неприятный голос. «Извините, мои седины позволяют быть настолько неделикатным, что...» Это был старик с ранцем. Я только теперь заметил его большие темные глаза, глядевшие насквозь с таким странным блеском. Он не протягивал руки, не корчил жалобные рожи, а требовал как должного. Получив какую-то мелочь, он спокойно проговорил. «Как вы полагаете, сколько мне лет?» «Лет семьдесят». «Извините-с, ровно восемьдесят, да-с. Георгию Самсоновичу восемьдесят и мне восемьдесят. По годам мы с ним равны. Евангельский богач и убогий лазарь». Примечание. По евангельскому рассказу нищий лазарь лежал больной и голодный у ворот богача и рад был напиться хотя бы крохами с его стола. «А годы равны-с. Не правда ли, какое странное совпадение-с? Даже и не лазарь, а сам Иов в дни его несчастья. Вы слыхали про Заболоцкого-полицмейстера-неупокойникова? Нет? Жаль. Он к вашим услугам». Эта манера называть Мансветова по имени и отчеству Георгий Самсонович выдавала старого проходимца с головой. «Выгнанный со службы сибирский чин» сказался в двух словах. «Дескать, и мы в свое время были с Георгием Самсоновичем за панибрата, когда еще он...» Ну и так далее. «Это обычный прием столичных трактирных жуликов и сибирских чиновников неудел. Мне лично такой оборот разговора очень не понравился, гораздо хуже того, что человек позаимствует у вас несколько крейцеров. Русский человек уж так устроен, что настоящему бедняку не подаст. А вот такому субъекту посовеститься отказать, и мне было обидно за себя, что я не отказал полицмейстеру». И к довершению всего старик отправился без стеснения прямо к буфету третьего класса и развязанно потребовал рюмку водки. Осталось ждать, как он заявится опять, дохнет погорелым вином и фамильярно подсядет. Явилось даже малодушное желание куда-нибудь спрятаться, но это было невозможно. Вокзал был невелик, а до поезда оставалось еще полчаса. «Я тут у знакомого папа гостил, а теперь пробираюсь в Питер», — заговорил возвратившийся старик, действительно подсаживаясь ко мне на дубовый диванчик. «С Китаясь из страны в страну, взыскующие города». Я очутился в довольно глупом положении, но потом подумал, что же, ведь он меня не съест в эти полчаса. Пусть его поговорит, если хочется. «Вы долго служили в Заболоте?» — спросил я. «Да порядочно таки. И в Восточной Сибири служил, и в Западной. Окончил Заболотьем. Очень любил я хороших лошадей. Сам выезжал. Да. Интересно, узнает меня Георгий Самсонович или не удостоит. Когда он венчался, в коляске у него была заложена моя пара. Только выехали из церкви младые, я еду впереди, как полицмейстер, а кучер вороны и распусти вожжи. Но лошади понесли коляску, а я вскочил из своего экипажа и остановил. Тройку на полном ходу останавливал. Мы казаки около лошадей с детства. Так оно привычное дело. Вы из каких казаков? А из сибирского казачьего войска. Как же? Казак с ног до головы. И землю свою имею, но только земля-то спорная. Еду хлопотать. Да, так Георгий Самсонович тогда меня на свадьбе из щеки в щеку расцеловал. Мы с ним давно знакомы были. Когда я еще тюремным смотрителем на Чернореченском заводе служил. Это рукой подать от Заболотья. И в Чернореченском заводе была каторга. Упразднена в 1863 году. Какой же это завод был? И накуренный, и казенный. Это еще при откупах было. Несколько таких заводов было в Сибири, и казна сдавала их в аренду. Георгий-то Самсонович арендовал тогда Чернореченский завод. Можно сказать, что там были их первые шаги. Потом уж они развернулись до необъятности. Еще и теперь в Чернореченском заводе на берегу три березки стоят. А под ними Георгий Самсонович любили вечерком посидеть и помечтать. Да-с. Под этими березками, может быть, какие-то мысли обдумывались. Я вам скажу прямо. Сердце радуется, и только сам молодеешь. Вот какие прежде-то люди были. Орлы. Да-с. И взгляд орлины имели, прям сказать. Когда Георгий-то Самсонович арендовал Чернореченский завод, так и рабочие были все каторжные. Другие в кандалах у заторных чинов стояли. О чем я хотел сказать, позвольте. О Монсветове. А, да-да. Извините, захлёстывает у меня иногда, потому что и стар я, и дряхал, и обременен летами. Говорил уж я, кажется. Да, так о Георгии Самсоновиче речь идет. Был такой случай у меня. Я осмотрителем каторги был. Так раз ночью и докладывать, что в общей камере произошло убийство. Конечно, сейчас следствия, розыски. Но ничего обнаружить невозможно. Известно. Каторжные. На следующий день вызываю к допросу всю камеру. Следствия у нас производились тут же, в конторе. Ну и выстроили в шеренгу человек двадцать таких подлецов. Что картина. Знать не знаем, ведать не ведаем. По старым судам это много помогало. Бьемся день, бьемся другой, а толку все нет. На третий день в каторжную контору к нам и заверни, Георгий Самсонович. Не нашли виноватого? Никак нет. Эх, плохо вы следствие производите. Ну-ка, я не буду ли счастливее? Вышел этот к арестантам, обошел шеренгу, посмотрел на всех издали, а потом прям к одному подходит и прям ему в ухо. Твоих рук дело, подлец. Могучий был человек, и никто не устаивал на ногах. Ну, арестант, известно, свалился и сейчас на колени. Виноват, ваше благородие. Вот какой взгляд был у человека. Да, действительно взгляд. И другой случай был. Это уж в заболоте у одного чиновника в доме появились вдруг духи. Все бьют, все ломают, а по ночам стук и треск, житья не стало. Хорошо-с. А чиновник-то не маленький, и как семейный человек? Конечно, ему неприятно. Узнал про духов Георгий Самсонович и говорит чиновнику. «Хорошо, я как-нибудь заеду познакомиться с твоими духами». А сам смеется. Признаться сказать, он тогда еще вольтерьянцем был и, как говорится, ни в бога, ни в черта не верил. Действительно, спустя некоторое время приезжает он к этому чиновнику, осмотрел расположение комнат, разбитые зеркала, печи, а потом и говорит. «Действительно, духи у вас уж очень расшалились. Чиновница тут же стоит и слушает оба уха. А Георгий Самсонович попросил ее выйти на минуточку и прислать няньку-старуху да горничную. Те приходят, а Георгий Самсонович к ним и прямо раз, раз. Ха-ха-ха. Ну, конечно, сейчас же повинились бабенки. Крепостные были и хотели бары не досадить. Так я и говорю. Вот какой взгляд был у прежних людей. А нынче куда? Даже, знаете, смешно говорить. Маленькие нынче люди. Нет, вы послушайте, что дальше-то было. Это самая горничная, которая духов изображала. Из-за нее я вот в настоящем виде очутился. После того, как пришла в себя, от всего отперлась. Ну, попала ко мне лапы на предварительное название. Хорошо-с. Свисток подходившего поезда прервал рассказ «Сибирского орла» на самом интересном месте. Поезд подходил медленно и тяжко, сдерживая свое движение. Слышно было, как дрогнула земля. Публика из вокзала вышла на платформу. Нужно было видеть, каким молодцом вытянулся жандарм. Как засуетился начальник станции, а публика замерла, впившись глазами в вагон первого класса, где в отдельном купе ехал он. У публики есть инстинкт угадывать присутствие своего любимца. Было два вагона первого класса, но все обратили внимание именно на второй. Он должен быть здесь. Сибирский полицмейстер, конечно, был впереди всех. И когда подходил поезд, вытянулся во фронт и даже сделал под козырек. Господа, не напирайте! Большинство толпилось на платформе из любопытства, загораживая дорогу тем, кому нужно было явиться к Мансветову. «Поезд стоит тридцать минут!» Над треснутым тенорком выкрикивал кондуктор, пробегая мимо линии вагонов какой-то особенной дробной походкой, как ходят только половые в московских трактирах. Да вымуштрованная железнодорожная прислуга. Мансветов так и не показался из вагона. Нужные люди по очереди отправлялись к нему на исповедь и быстро возвращались. Магнат никого не задерживал. Сопровождавшая его свита подкрепилась в буфете и весело галдела на разных языках. Кого тут только не было! У Мансветова было золотое умение распознавать людей, и раз попавший к нему на службу, мог считать свою карьеру обеспеченной. Магнат не давал преимущества ни одной национальности. «Когда же я-то, господа?» Растерянно спрашивал не у покойников, напрасно стараясь попасть в очередь. «Послушайте, господин, да вам-то зачем?» Старику пришлось ждать долго, но он таки добился своего. Я видел, как он вышел назад, точно ошпаренный, и шел по платформе, машинально повертывая свое кеппи в руках. Как мне показалось, у него на глазах были слезы. «Не узнал! Не узнал!» Бормотал он. «Конечно же не узнать! Столько лет!» В вагоне третьего класса публики ехало не особенно много, так что на каждого нашлась свободная лавочка. Я поместился у окна и смотрел на летевшую мимо ленту полей, перелесков, оврагов и насыпи. Поезд мчался с особенной быстротой, машинист понимал, что везет Цезаря и его счастье. «На одной из маленьких станций неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке. В течение какого-нибудь часа он точно постарел на несколько лет. Сгорбился, съежился и даже как будто сделался ниже. Водкой от него пахло по-прежнему, но старческой молодцеватости не осталось и следа». «Не узнались», — заявил он с грустной ноткой в голосе и махнул рукой. «Да и где ж узнать, помиловать? Хуже...» «А что?» — старик оглянулся и хриплым шепотом добавил. «Захожусь, Георгий Самсонович, полу лежит на кушетке. Я их сразу узнал. Один взгляд, чего стоит. Конечно, года, но орел, одним словом. На лице эдакая усталость и некоторая задумчивость. Я остановился в дверях и только хотел отрекомендоваться, а они... Нет, совестно даже выговорить. И трехрублевый билет подают. Господи, что ж это такое? Меня даже горло сдавило, слова не могу сказать. Так и ушел, и деньги бросил. Не могу. От чужого возьму и даже сам обращусь. А тут свой брат. Помилуйте, хлеб-соль прежде водили. Он просто не узнал вас. Старик опять оглянулся кругом, точно боялся засады. И уже на ухо мне прошептал. Это я себя обманываю, что не узнали. Помилуйте. Георгий Самсонович да не узнает. Эдакий-то орел. Сразу узнали. А мне совестно стало. За них, что они притворялись, ей-богу. У них все, у меня ничего, и мне ж совестно. И вдруг трешницу. А я, признаться сказать, недели две проживался по здешним местам, чтобы встретить их. Последняя надежда, можно сказать. Теперь уж все кончено. Если Георгий Самсонович отвернулись, то чего ждать? Фенита ля комедия. У старика опять выступили на глазах слезы, и он напрасно мигал красными опухшими веками, чтобы скрыть их. Если женские слезы возбуждают сожаление, то мужские производят неприятное и жуткое чувство. Нет, значит, выхода. Наступила пауза. Вы за что же, собственно, пострадали? Спросил я. А? Что? Точно проснулся не у покойников. За что пострадал? Да очень просто. За эту горничную с духами. Действительно, я шутить не любил. Допросил ее, собственно, ручно. Она. И умри. Кто ж мог подозревать, что у простой девки вдруг порог сердца? Тут уж на меня и налетели злые коршуны. И давай щипать. И вот что произвели. Нак, сир, гладей и хладин. Ну, отними все, возьми, но не дай в конец погибнуть. Да-с. А то как уволили с волчьим паспортом. Примечание. Здесь имеется в виду увольнение за должностное преступление без права на пенсию и новое поступление на государственную службу. По третьему пункту и попал. Находил и место, и занятие. Все ничего, а так дойдет дело до паспорта. И увидит человек мой третий пункт. Даже замычит. Да я сам не принял бы. Каймаро. С себя никуда с эткой рекомендацией. Кажется, подобные истории в Сибири довольно обыкновенны. И пугаться третьего пункта довольно странно. Так ведь. Не у покойников по третьему пункту уволен. А не у покойникова вся Сибирь знает. Скажу, не хвастаясь. Вернее, знал. Ведь нужно сказать вам, как я жил. Князь. Принц. Только в сказках можно прочитать. В заболоте-то золотопромышленники и сивушные короли тогда развернулись. Господи, что было, что только было. Какие люди? Какое время? А горные инженеры. Представьте вы себе, что в ничтожайшем и жалком городишке вдруг скопились десятки миллионов совершенно диких денег. Великие были люди. А не Катерентич, Тит Поликарпыч. Да мало ли их всех не перечтешь. И мы с Георгием Самсонычем перебрались. Он свою линию повел, а я свою. Даже страшно выговорить. Полицмейстер в заболоте. Силища. Я и на службу поступил по приглашению от золотопромышленников. Знали меня на каторге-то. Молот, красив, удал. Еще подходишь к дамочке, она уж не знает, куда ей деваться. Сама не своя. Тройку на всем скаку останавливал. Нарочно за мной в Чернореченский завод из-за болоти посылали. Потому что был еще у меня один талант. Русские песни никто лучше меня не умел петь. Развеселится компания из-за мной. Спой, голубчик. Слушает и плачет. Вот какой голос Бог дает человеку. Да где же вы найдете другого такого полицмейстера? Ну и попал сыр в масло. Квартира первая в городе. В конюшне двадцать лошадей. Вин, целый погреб. И хлебосол, и угодник. И вкус имел. Ни одной хорошенькой вещички мимо не пропущу. Вообще артист. И английский хрусталь. И китайская бронза. И японские лаки. И бухарский шелк. И картины. Все было. Дом. Полная чаша. Каждая горничная. Пиши картину. А главный кучер. Морское чудище ей-богу. Голосина у него под лица. Как рявкнет на улице человек и атропеет. А вообще-то. Всего любили больше меня. Если говорить правду заудаль. Ведь страна дикая. Народ варнак. Ходи да оглядывайся. А у меня в городе ни гугу. Каждую ночь переоденусь в полушубок. Подвяжу бороду. Везде побываю. Только скажешь, бывало. Не у покойникова знаешь. Виноват, ваше высокоблагородие. Был такой случай. По тракту разбойничал татарин Карагуз. Мужчина пудов двенадцать весом. Один обоз останавливал. А взять его не могли. Не в моем он участке разбойничал. Но и меня подразнили. Не у покойников. Возьми-ка Карагуза, ежели смел. Я? Ха. Голыми руками возьму. Признаться, сказать, захвалился я. Поле Никола бог. И татарин силище немеренный. Хорошо-с. Сказал слово, надо его держать. Нарядился я купцом. Посадил кучером мальчишку и марш в дорогу прямо на Карагуза, где он пошаливал. Едем. Ночь волчья. Снежок падает. Лес по сторонам. Только обгоняет меня Кашевая и поперек дороги. Известная разбойничья замашка. Стой. Выскочил я и прямо к нему. Он, Карагуз. Ну, я бормочу по-купечески. Возьми все. Отпусти душ на покаяние. Понял. Собака с кем дело имеет. Как размахнется железный укрюченный. Да как свистнет. А я увернулся по казачьи. А укрюченный-то полуполушубка как ножом отрезала. Я ему идолу под ноги брошусь. Тоже ваша казачья ухватка. Он через меня как дерево дубовое. А я на него выхватил укрючену-то и укомплектовал. Сам привез еле живого. А Карагуз на второй день и душу своему Аллаху отдал. Купцы тогда по подписке серебряный сервиз мне поднесли. А Георгий Самсонович публично расцеловались. Все у меня было. И ничего больше не желал. А и тогда я преклонялся перед Георгием Самсоновичем, Которого почитал за гения. И вдруг из-за этой самой горничной все прахом. Пошли суды до следствия, и я точно растаял. Даже удивительно, как всего общипали эти железные носы. Всего по першку. Ничего не осталось, кроме третьего пункта. Рассказчик даже глаза закрыл, Видимо, прислушиваясь к звуку собственных слов. А давно все это было? Спросил я. Да уж, порядочно. Теперь ушли тридцать, как я на волчьем положении. Сегодня вот привел Господь принять последнее поношение. Обидно. Что стоило Георгию-то Самсоновичу воскресить человека? Ведь всего одно слово. Возродился бы из праха. Дорогие слушатели, Это был первый рассказ из серии Сибирские рассказы Дмитрия Мамина Сибиряка. По вашим лайкам, по вашим комментариям Я обязательно буду судить, Стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, Я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, Что это на серию Мамин Сибиряк. Сибирские рассказы. Номер карт. 4817-7603-1059-6071 Это Сбер. 2200-7001-7829-8104 Это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти И номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 Мой Ватсап. Вы можете обратиться ко мне, Заказать рекламу или поздравление Для своих близких. Получается очень круто и незабываемо. Это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, Комментарий И особенно репост Это тоже огромная поддержка Для меня и моего творчества. Вместе с вами, Моими меценатами, Мы делаем аудиокниги Бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением К слушателю. Читал актер Костя Суханов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok